О, сегодня у нас свежая клубника в утренне. Пахало, дало. Целую ночь соловей нам нашептывал. Целую ночь капал. Ну, правда, не сильно. Сегодня у нас 9-е, 8-е. 8-е, то есть июня. Надо же готовить лодку. Завтра же открытие сезона. Ламинат. Подарок из Африки. Так, сейчас глядем. Сидит оно на гнезде или нет? Или улечит резко? Удрало. Она уже вроде как и привыкла к нам, но все равно не доверяет человеку. О, мой солнечный коллектор. Всем привет. Из набора запасных труб. Вот так он идет, идет, идет. Приходит сюда. Это уже с яблони нападал. Вот так вот как-то. А что это вы с швейником там делаете? Из картошки? Вот это... А-а-а. Вот а то скажут, о, белорусы какие. Они даже огород подметают. Правильно. Да, я тоже сейчас умывальник смотрю. Картоха у тебя какая. Да тут все, поналетало всего, чего угодно. Картошечка и цветет, я смотрю. Да, потом начнет прорастать. Вообще нет у меня места в этой жизни, я тебе скажу. Чего? Куда я не пойду? Все мне кричат, что ты сюда приперся со своей этой самой. Вот, смотри какая клубничка. Клубничка. Притчевый язык. Я помню всю жизнь это слово, волшебное слово клубника. Кулубник. Хочешь клубник? Ага. Да. Не, я не хочу, у меня уже оскомина. Хочешь и тогда. Так я хвастаюсь, надо людям показать. Вот она, кстати, купчиха, да, вот эта. Да. Купчиха тут такая длинная. Вообще внешний вид у нее так себе, но что-то от купчихи у нее есть. Эх, эх. Тут некоторые говорят, а что там клубника? Мы пошли на базар и за 3 рубля напокупали. Понимаешь, как люди подходят к диетическому питанию? Ты не волнуйся, я, знаешь, какой аккуратный, как этот страус эму. О, да. Сегодня едем за сахаром. Сахар у нас есть, кстати. Да, такого количества сахара надо еще поискать. Да, так это я не развил свою мысль, что сажаешь вот это все не для того, чтобы сэкономить. Для того, чтобы нормально питаться, питаться нормально, чтобы не этими светофорными продуктами непонятного качества, а своим собственным. Ну вот, картошечка своя, родимая. Она, кстати... Слушай, а наша эта картошка, по-моему, и не цветет особо, да? Не, она не цветет. Цветет? Да, она не цветет, там уже бетонный из-за наверху. А, хотел соврать, не получилось. Да и хотел сказать, что у нас картошка не цветущая. Я уже не помню. Наше дело механизированная обработка всего этого дела. А эти агроприемчики ваши и всякие ухищрения, это мы не знаем. Слушай, а лук какой красивый стал. А салат какой из него получается. Короче, классно. Ладно, пойду лодку я делать. О, а эти палочки, которые зацвели. Красавцы. Первый раз жито такое вижу. Чтобы палочка, которую воткнули в землю, зацвела. Или он вообще зазеленел. А молодая трясогусочка ждет маму или папу. Сейчас прилетит, будет кормить ее. Такие забавные они. Ну и мы тут потрошим свой сарай. Чик. Сарайчик свой потрошил. Это надо будет одеть. Сейчас у меня дисков хватает. Будет у нас комплект зимней резины. Правда, видимо, камерный. Ну, для мотоблока нормально. Заодно и на фиесту подойдет. И вот. Ти-ди-ди-ди-ди. Завтра же открытие сезона. Правда, завтра выезжать, наверное, я не буду. Хотя... Вот такой. Там у меня в плейлисте есть плавсредство. Купил я два года назад себе. Есть еще и фрегат. Но фрегат тяжеловат. А вот эта штука. Тайфун. Не хухры-мухры тебе. Эта штука, она вообще весит, по-моему, 11 килограммов. Запросто. Это без всяких прибамбасов. Прибамбасов. Ну, вот внутрь я в нее... Дна у нее нету. Внутрь я вкладываю. Ти-ди-ди-ди. Пеноплекс. Те, которые любят эти все рекламировать. Ну, вещь, в принципе, полезная. Вот. Сейчас займусь я сбором своей лодки. А почему такой формат? Потому что я в основном езжу один. Плаваю. Хожу. Хожу. Хожу, правильно говорить. На лодке. И мне, в принципе, больше это особо и не надо. Тем более она полностью входит в собранную видеомашину. Еще и закрывается дверка. Вот такой вот интересный самобытный агрегат. Кстати, производитель Парус, город Уфа. То есть старое предприятие такое проверенное. Проверенное временем. Ладно, буду собирать, потом продемонстрирую, как я из нее сотворил нечто. Любимый аппарат. Ну вот, в прошлом году у меня тут была вкладка еще из ОСБ, но он, блин, тяжелый. Хотя я его покрыл лаком. Но он все равно какой-то влажный стал. Поэтому в этом году я вставляю 5-сантиметровый пеноплекс. И двух сантиметровый. И буду заделывать вот эти вот уголки еще. Не знаю. Потому что в прошлом году я ходил. В принципе, это не надо тут. Вот если бы была фанера какая-нибудь тоненькая, авиационная, непромокаемая. Было бы, конечно, ничего. А то так тут доска, а там доска. Вот этот вот транец я сделал для мотора. Сюда вот такой, который вкладывается. Все, ладно, спущенная лодка пока. Короче, вот так вот. Сюда ставится для мотора. А он сделан из специальной фанеры, которая не боится влаги для этих самых... Для фундаментов. Вот. И получается вот такая у меня лодка. И за счет того, что вот этот транец довольно мощный. Он, наверное, весит почти как все остальные лодки. Можно на веслах ходить. Я так иногда и делаю, когда нет возможности подъехать близко и спустить ее на воду. А это у нас проблема. Особенно после того, как городской пляж сделали, теперь туда не подъехать. Поэтому в каждом плюсе есть свой минус. Ну, мне на сезон верхнего вот этого хватит. И стопчу, потом засуну его куда-нибудь, как утеплитель. Зато в случае какого-то пробития на этом пеноплекте уже можно просто выплатить. Ну, вот такие вот совершенствования. Не знаю. Мне нравится. Лодка вообще легкая, ходкая. Бросать с нее спиннинг одно удовольствие. Да и ловить, я думаю, если бы с удочкой сидел, тоже было бы неплохо. О, кормят. Молодые сидят. И взрослая в трясогузке. Так интересно. Тут, конечно, не очень видно будет, но прикольно. О. В наш дом. От пригольно. Все пишут. Эхот. И. Эхот. И. В моей тейно. Вeshот. Я видмуума. Для от nobody.